Ну все, приехали, ребятки. Кто-то подстала. Я не знаю, завтра же свадьба. Пока, честно, не знаю, что делать. Наверное, придется в идеальном техническом состоянии, как у меня. Пошу-ка. Ой, для малыша люля. Мазу. Есть какие-то маленькие дефекты? Свейки, канарейки, свейк слайдзива. Котлеты с сосиской. Котлеты с сосиской. Деньги, 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 лавешка, капуста. Здорово, здорово, пацаны. Дорогие мои, всем бодрячком, всем вагон здоровья, отличное настроение. Такое необычное начало видео. Вы увидели мое лицо, хотя все уже давным-давно видели мое лицо. Я специально подстригся, чтобы не пугать вас своими седыми волосами. Извините, морщины я не могу упрямить. Мой 33-й зуб, мой счастливый зуб. В этом видео я вам расскажу, как заработать денег. И самое первое золотое правило. Поднимите свою ленивую жопу с дивана и просто начните что-то делать. Давайте поздравим в комментариях молодоженов и поставим лайк под этим видео. Всем приятного просмотра. Погнали. Хотите лайфхак? Если у вас плохое настроение, не сидите дома. Просто выйдите из дома, проветритесь. Или вот заведите жигуль, как я, подсос. Как вы пишите в комментариях, нейтралочка из полоборота, да? Ну, газу по-любому надо давать. Почему ты, когда едешь на жигулях, все хотят тебе обогнать? Хотя я немедленно еду, я вам честно скажу. И вот хочется даже записать видео о том, как люди относятся к тебе, когда ты на жигулях. Они относятся вообще позитивно. Все ставят лайки, всем очень нравится. Сегодня где-то 32 градуса жары. Аномальная жара, очень много аварий. Вообще водители неадекваты на дороге, но можно понять их. Единственное, что я боюсь, это за жигу, за температуру воды и все. Пока что она стоит вроде в норме. А вот масло иногда, красная лампочка загорает, но это когда на месте стоит. Мало давления. Вы там писали уже в комментах, я помню. Все пофиксим. Ну все, приехали, ребятки. А вот лысый приехал. Ну что, Ром, как дела? Рома подставили, автоподстава на дороге. Интересно, можно полирнуть и все может? Хотя навряд ли. Много глубоких. Ну да, надо будет краситься. Обидно за Ромео немножко, потому что чувак, который в него въехал, ну совершенно не прав, хотя не признавал свою вину и пришлось вызвать копов. Ну и там пишут ему обоюдку. А все это потраченное время, потраченные нервы, потраченное все. О, как трясануло. Мы с вами практически приехали. Посмотрите, какой красивый кораблик. Ой, плывет, блин. Да, по подвеске нужно что-то делать, потому что изначально вообще на Жиге довольно нормальная мягкая подвеска. Но когда я ее занизил, она у меня прыгает, и вот у меня голова прыгает, как будто как у собачек, знаете, с пружинками, да? Не выезжай, у меня плохие тормоза, если что. Стой на месте. Я только-только выгнал машинку с моечки. Приезжайте к ребятам сюда мыться, говорите от Мотохантерса, получайте скидки. Посмотрите, как она блестит. Ее покрыли полимером. Если кто-то еще не знаком с этой красавицей, это синяя ласточка 1978 года, но она еще в самом-самом соку. Объем двигателя 1.8, разгон до сотни, неважно. О, как это было больно. 18.23. Я уже успел для вас заснять видео. Видео так, ну пропусти, чувак, пропусти. Видео на Харли Дэвидсон и прокатился. Сейчас еду домой, скидываю файлы. И завтра встречаемся уже непосредственно на самой свадьбе. Едем, забираем невесту. Вы посмотрите, как это все работает. Сколько я денег заработаю. Я, если честно, даже не помню, сколько я сказал, сколько я денег попросил. Вообще не помню ничего. Фу, такая жара. Мотоцикл едет. Все, классно. Думали, все закончилось. Все только начинается. 20.03. У меня полный пакет с мороженым. Я встретил друганов. У нас отвертка. Давай, братан, крути. Короче, жига не заводится. Сука, это вот эта подстава. Я не знаю, завтра же свадьба. Люди на меня рассчитывают. Наверное, он тебе на вреду от газа. А, проверка. Карбураторы. Смотри, чтобы тебе напором в глаз не дало. Ну, там что-то чуток плеснуло и все, не? Нормал. Видите, этот Мерседес спереди. Мы подцепили трос. Она завелась. Сейчас я залью полный бак. Не знаю, в чем дело. Может быть, топливный насос. Хотя, если бы топливный насос, тогда бы сейчас, скорее всего, она бы не ехала. Или что-то где-то засралась. Сейчас я залью полный бак. Мы посмотрим, заведется она или не заведется. Какой дешевый бензин, пацаны. Сейчас полного бака нальем. Я думаю, что-то с бензином было. Скорее всего. Вообще с полоборота, да? Да я подошел. Ну да. Давай. Окей. Все, гонщи, спасибо. Блин, заглохо сейчас заведется, наверное, опять. Все, нормально, давай. Буквально где-то пару часов назад было солнце, была жара. А сейчас гром, молния и дождь. Я вышел еще раз завести жигу. Да, я вот дверь не закрыл. Надеюсь, тут не залило мне ничего. Я надеюсь, что она заведется. Все заводится, все работает. Проблема может быть в баке старой краски, которая забивает фильтр. Блин, что за херня? Чуть-чуть газу, да? Она заглохла. Бляха, опять та же херня, ребят. Фаак. Я пока, честно, не знаю, что делать. Наверное, придется с утра сталкача заводить. И просто тупо ехать. И все. Это для меня разрушение. Очередная машина, очередной трос. Сейчас будем пробовать завести ее. Проблема оказывается в чем-то другом. Сейчас просрется, наверное, будет опять работать, да? Сейчас тяги нет еще, еще нет тяги. Вот она просралась. И работает. Все, работает, работает. Что-то засирается, походу, да? А что засирается, непонятно, видите? Блин, ну что за подстава? Завтра на свадьбу придется сталкача все время звонить. Какая красота, да? Жига, это, конечно, хорошая машина, но подводится в самый неподходящий момент. Всем доброе утро. Это уже следующий день. И Жига должна завестись. 10.18. В 11 нужно быть на месте, забрать невесту. Она ждет. И отвезти на место церемонии. Да, ууу, мы в деле. Запомните три вещи, если вы хотите заниматься этим бизнесом. Машинка должна быть чистая, вы должны быть чистой. Вы должны быть пунктуальным. И не опаздывать. Люди на вас рассчитывают. Естественно, автомобиль должен быть в идеальном техническом состоянии, как у меня. Ой, епать-ка-то. Вы должны хорошо владеть управлением автомобиля, как я. Одной рукой, если снимаете влоги. Солнечному городу Огра огромный привет и всем, кто там живет под речком. Очень красивый город. Находится у реки. Река Даугова. Самая большая река в Латвии. Но это не точно, проверяйте инфу. Вы просто не представляете, насколько приятно ехать на этой машине, когда ровная, прямая. Ну, даже не прямая, а просто ровная дорога без ям. А вот когда начинаются ямы, тогда это не очень комфортно и классно. На занижение машина стала намного лучше управляться в поворотах. Правда, подвеска, конечно, немного жестче, но посмотрите, как здесь красиво. Две речки вокруг. Как сказал один легендарный человек, капот – это лицо машины. Поэтому я вот чисто-чисто начисто вычислил только что. А мы заехали. Здесь 53. Лучше, конечно, пораньше приезжать. Вообще лучше все заранее делать, а то вдруг какой-то форс-мажор. Вроде это дом. Но это не точно. Пацаны с бантиком. Значит, это дом, наверное. План такой. Я забираю сейчас невесту и уже прокачу ее вот по этой шикарной улице. Ее немножко потрясет. Мы едем на какой-то Бриудобос-музей. Музей природы. Там будет церемония. Слушайте, ну, все круто. Привет. Джига в порядке. Единственное, тут знаете что нет? Ремни безопасности. А сейчас безопасность на 78-й год, конечно, все было довольно печально. Но это 78-й год, ребят. Поэтому везем невесту как самый ценный груз. Я за нее отвечаю так же, как и на мотоцикле, когда катаюсь. Я отвечаю за второго номера. Ну, а вот сейчас невесту повезу на свадьбу. Заходи. Заходи. Я немножко открою капот для охлаждения. О, как тут все горячо. Охереть просто. На всякий случай, чтобы ничего не случилось. Я правильно сделал, ребята? Нет, нет, нет. Сидишься, ты ведешь. Стипры, тыктаешься, Валя. О, стипры. О, вел стипры. Да, влентый. Викновать. Стипры, тыктаешься, Валя. Тринство, я не могу не выкинуть. О, шутки? Нет. Я не могу найти. М argued. Субтитры сделал DimaTorzok Гости опаздывают, быстрее гости давайте Давайте, давайте Так, вот такая вот церквушка Волтскульном стиле Старинная Так, сейчас зайдем, посмотрим, что там Я только зайду чуть-чуть, покажу Посмотрите, сколько гостей Офигеть Золотое правило Всегда присматривайте за вещами, которые вам доверили в машине Никогда не лазите по чужим вещам Я сейчас отнесу сумочку Я все-таки решил положить ее в самое надежное место Это багажник Я тут в своих белых лакостах хожу Прут с волшебными карасями Такая вот избушка Я бы такой, может... Это баня Это баня Какая избушка, что я за дуралей Самая настоящая банька Ммм, как тут пахнет Просто бомбисимо, блин Как тут обалденно Просто... Я даже свет включил, чтобы показать вам настоящие березовые венички Ммм, запах просто шикарный Недавно был в такой похожей баньке В кемпинге Мелсвиллс Такая громадная мельница Вот так вот раньше муку мололи Красота И природа такая Свежий-присвежий воздух А главное, практически в самом городе Классная крыша просто Так атмосферно Мох 1767 год Это я все узнал Эти дома привезли из Лепы Их разобрали Привезли вот сюда, собрали В таком же виде, как они и были Там что-то бабулька сказала непонятное Наверное, не понравилось, что я снимаю что-то Я же снимаю для вас Это уже просто хоромы Здесь супчик варили Кухня, мое любимое место Офигеть, как тут классно А вот здесь женщины вечерами сидели, пели песни Прялочки, камин Посмотрите, как тут атмосферно Посмотрите, как здесь атмосферно Такой в угол зашел, поспал Обалдеть Вот, для малыша Люля Мазал им я Бэбишин Там еще кроватка Настоящий дубовый стол Я в таком доме жил, если честно За муравьями можно наблюдать вечное Я в детстве игрался с муравьями Покормил их Так, сдвигаться из-за сзади Сейчас они пойдут фоткаться туда, где мельница Там эти старые красивые дома, которые я вам уже показал Дядька у меня спросил, можно на этой жиге прокатиться? Говорю, да, конечно Кого я тут нашел? Здравствуй, привет, Василий Как дела? У тебя все хорошо? Ты, наверное, кушать хочешь? Что это? Та, что ты по-бумбарке? Свадьба в самом разгаре А я, как всегда, хочу в туалет И вот я вроде нашел туалет На часах 12.45 Да, это туалет Нет, это склад какой-то Или туалет Это столовка какая-то Я туда зашел Местный барчик Я себе кофе закажу, пожалуй, наверное Заказал себе капучино и булочку с аэробарбаром Я имею право зайти в туалет теперь Надо только теперь понять, куда Сюда Куда-сюда Ну, нормальный туалет, примерно Желтые стены, хорошее настроение Ну, а вот, собственно, моя булочка С аэробарбаром и капучино Заплатил я 2.80 Это нормальная цена Вообще, говорят, в такую погоду Капучино не очень Нужно пить горячий чай с молоком Почему, я не знаю Здесь даже есть вигвам Чингачгуга Кто помнит Чингачгуга? Главное, чтобы котел есть посередине Чтобы супчик сварить А вообще, это летняя кухня-шалаш 15.02, мы еще здесь И я решил вам показать вот такую вот башенку Вы, наверное, думаете, что это домик, да? Нет, это клеть А знаете, что такое клеть? Клеить это хранилище для мяса, хлеба и вкусняшек Тут открывается шикарнейший вид на озеро Штен провел такую хорошую экскурсию А молодоженом повезло, солнышко светит Это склад, построенный в 1967 году Привезли его из города Лепая Я сначала думал, дом какого-то буржуя Купцы тут держали зерно Лен, колбаски, мясо Тут тоже так прохладненько Классно Старинная мебель Привезенная всей Латвии Я знаю, что молодежь уже давно не смотрит такие видео Ну там, жопу подавай Напишите, кто вообще тут остался со мной сейчас И ходит по музею Какие большие якоря Вау, вау, вау Сундуки с золотом Я попал в сокровищницу Самый старый сундук Тысяча 1767 Я дотронулся до него рукой А можно их трогать вообще? Да-да-да Из Курзы мы привезем Бочка? Бочка было бы своими двоями Под дно было А здесь семная крышка Это скрыня Называется Скрыня Предшественник сундука Морецкий замок Слушай, так приятный мужчина рассказал Мне все там показал Интересненько Так, Петров Я передал от тебя поздравления Счастья, любви Много детей Как ты и просил Я вставил это во влог Ничего личного Но если бы это была свадьба русскоговорящих То здесь, наверное, бы уже кто-то Кто-то бы уже был вот такой вот И кричал бы Горько Бог любит троицу, говорят Взял третий бутербродик Красная Волга Смотрите, как интересно Я зашел вглубь музея Тут еще много домов Там много домов Вот эта красная Волга, которая проезжала мимо Скажу я немножко эту Волгу поближе Красавица, просто красавица Есть какие-то маленькие дефекты Но чисто по минимуму, как и на Жигулях А, БМС гараж Вот смотрите, вот встретил парня Который смотрит видосы Там везде, ребята, да Друзья, обратите внимание ВС, вестерийский статус По-латышски это исторический статус Дан машине У меня тоже исторический статус, но я номера не брал Вот так вот отличаются номера Но то, что здесь видите, латвийские флажки Эти номера очень и очень редкие Такие номера больше не получить Ну, лэсэй шварпато и ткану мото хантерс Звано Да, ась ютуба филма и бетер Если вы взяли за такую работу Вы должны быть смарт-драйвер Смарт-драйвер, это значит, вы должны думать Заботиться о клиенте Там малыш, тихонечко Вот сейчас ребята ушли Я подъеду поближе Вдруг они захотят пофоткаться Ребята позируют здесь Фотосет Ну, в принципе, за ваши деньги Любой каприз Прыгай на капот И все нормально будет Типа, да Сейчас я вам покажу местных музыкантов Они немножко опаздывают Вон, они идут Среди Весцет и земстет Тест как мало молодые отжигают я пришел на концовочку как раз танцы были только что ваше ощущение молодожен хорошая немножко жарко да жарко но вечером еще жарче будет до самого утра тут фотосет происходит ждем воду не можем дождаться начали фотосет без воды наоборот надо хлопать а а а и 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 какой тут фотосет еще один колодец интересно вода есть я думаю что воды нету не надо вода есть ну такая себе глубокий практический стиль похож мои лакосты вот лакосты 19 века до 19 века вот изба жилой дом я помню такую печку ванька дурак на ней спал сундук сундук без глины все я не знаю как вам но мне очень нравится все это атмосферное и приятно и 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 все с дороги все с дороги новая вообще новая бэха в м-пакете универсал ничего такая симпатичная как будто джип какой-то такая еще высокая по клиренсу но это я привык уже что у меня жига занижена бэха занижена обзор багажника сюда можно засунуть мамонта просто мамонта очень большой багажник и вот жига она снаружи кажется маленькая внутри места много в багажнике много места заценим на чем фотограф ездит него еще и мигалки если чё с мигалками катаешься пацан перескажи ты бы присутствовал когда мы ее покупали да точно кстати вспомнил это легендарный автомобиль мотоциклисты на свадьбе путешествовать над 51 все сейчас надо довести ценный груз до места назначения сейчас понесет через самый длинный мост ну ладно это не самый длинный мост но под напряжься придется эксперты эксперты когда начали вообще вешать замки и почему вешают замки на мосты а такая жара там полный пляж купающихся все пошел пошел давай молодец давай давай пронесет весь мост пронесет и и и и не курю спорт спорт и все раз распорда бросил курить пить и начал спортом заниматься он сделал ворота вот блин хитрый говорит по-латыжски не ну нормальный подгон такой такой не кислый подгон на лига хватит даже викторы до имени на виктор него именины завтра он показал паспорт завтра будет отмечать а мы погнали дальше самая настоящая дорога так шумно музыка играет вот такая вот подвеска сзади нормально фотограф слайскрен наверно водичка на или водочка уданс водичка хлебушек соль до водочки не будет все-то красиво аккуратненько подстриженный казон это я вам показываю как вот латвии справляет свадьбы какие-то торжества такие вот места это чисто латвийском стиле довольно красиво это наверное для мелких какие-то развлечения сейчас зайдем посмотрим вовнутрь вообще обычная латвийская еда это горох картошечка селедочка тут канапешки ой как я кушать хочу я возьму одну здесь жених и невеста главный стол мы принципе как на любой свадьбе длинный-длинный стол очень много гостей видимо будет музыканты это не дешево кстати музыканты и тут можно выйти опа офигеть и зайти обратно вы меня простите конечно я съем еще один вот такой вот и бутербродик я кушать хочу очень эрудиты эрудиты чё это за игра такая на часах 18 55 начали мы в 11 часов работу нужно понимать то что всегда что-то будет задерживаться и пойдет что-то не по плану нужно к этому относиться всегда спокойно и вот там трудно на кухне готовится я съел пару бутербродиков и кайфую под музыку я уже себя даже немножко почувствовал оператором на свадьбе ставь лайк малосольные огурчики каком-то особенном маринаде чесночок классика классика конечно что бездавайте чао при цигеем сносами это чак ну что ж на часах 19 10 все со мной рассчитались я выдвигаюсь домой деньги 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 лавешка капуста лавандосы попоз и 200 евро получается за 8 часов в принципе больше было режима ожидания чем езды свадьба это конечно не дешевое удовольствие давайте посчитаем попипикал кто-то не за смотрит на видосы так вот 200 евро за автомобиль фотографу где-то за фотки 400 500 евро может не фотографом стать потом если видео вы хотите сделать это вообще может достигать тысячи евро так и не нарушил скоростной режим там радар радар стоял надеюсь что нет вы будете во влоге ребята гостевой дом где-то 600 евро священнику заплатить въезд в музей куда мы заезжали стоил 36 евро представляете 36 евро чтобы заехать туда и постоять на машине пофоткаться а еще же за еду надо заплатить музыкантам заплатить всем короче плати 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 и в итоге может получиться как бы якобы не слишком крутая шикарная свадьба но очень дорогая также было очень приятно что многие ехали пипикали махали руками ставили лайки так что вы знаете где найти супер водителя вот как собственно я и рассказывал вам это все правда мне ребята сейчас помахали и думаю не за того что я еду на жиге а просто что я еду на жиге наверно ну а не знаю не суть не в этом если хотите себе такой автомобиль супер порядочного сексуального красивого пунктуального супер водителя то пишите мне в инстаграм или на почту трансфер фотосета покатушки свадьба попробуем что-нибудь придумать но это не точно должен быть хоть один комментарий о том почему машину не украсили бантами ленточками так далее ребята сказали что машина и так очень красивая в ихнем стиле что не надо ничего украшать я пошел кушать котлетки 20 10 и дэнчик сейчас навернет не котлеточки вот эти два сочных голубчика салатика приятного аппетита вы уже наверное все съели я вообще удивляюсь кто смотрит видео так долго вы смотрите видео так долго с аппетитом наваливать молодец наваливай на улице классная погода ребята меня звали на мотоциклах кататься сейчас на часах 20 31 деньги скидываю файлы продолжаю монтировать видео никаких покатушек сегодня монтирую завтра опять еду снимать завтра воскресенье вот такая вот она ютюберская блогерская жизнь если ты досмотрел это видео до конца то обязательно напиши я досмотрел до конца мне будет очень приятно отличного дня а мне отличного вечера до новых встреч пока